Приветствую вас, уважаемые пользователи и подписчики интернет-ресурсов Мегаобзор.ком Сегодня у нас вновь в лаборатории смартфон Samsung Galaxy Note 3 Если вы помните, мы уже смартфон тестировали, но съемку проводили на улице во время презентации в Казань Сейчас у нас появилась возможность сделать это в более спокойной обстановке Изучить детали, которые мы пропустили И еще раз поближе ознакомиться без лишнего шума и для крающих моментов Давайте посмотрим смартфон В текущий момент стоит в районе 31 тысячи рублей Есть по-прежнему акция от компании Мегафон, можно купить за 21 тысячу рублей Это же смартфон И также сейчас появилась уже версия с LTE чипом Она стоит на 2 тысячи дороже Также есть по акции Мегафона Смартфон поставляется в коробке Экопак Здесь он размещает формацию по названию модели Здесь также название и на обратной стороне Основные спецификации и описание этой модели Давайте посмотрим на... И, кстати, стоит отметить, у нас на тестах версия как раз с LTE То есть эту версию мы еще детально не тестировали Сейчас мы посмотрим Я напомню, эта версия отличается используемым чипом Ну, естественно, и поддержка сетей четвертого поколения Итак, у меня смартфон в руках Samsung Galaxy Note 3 М905 Так, наклеечку у нас снял Что у нас еще есть в комплекте? Как можно заметить, у телефона занимался кабель для подключения к компьютеру Этот кабель идет с поддержкой USB 3.0 Синяя портировочка То есть он заряжает и быстрее И при этом еще также и файл скидывает на порядок И заметно быстрее, чем прошлый microUSB Для тех, у кого нет USB 3.0 Или если у вас нету другой кабеля Напомню, что можно подключить обычный кабель Просто задействовав сейчас часть зарядки Есть наушники, весьма неплохого качества Ну, конечно, не супер, но нормально Есть у нас сетевой адаптер с USB-входом Здесь накладочки дополнительные Здесь у нас запасные стержень и извлекатель для стилуса Хватит, я думаю, надолго Там их около 5-6 Еще раз у нас еще одна запасная Тоже с извлекательной Но, я думаю, возможно, попал к нам с другого устройства Собственно, все Давайте посмотрим на само устройство Уберем все лишнее Посмотрим на телефон Samsung Galaxy Note 3 Смартфон Ожидаемо получил дисплей с разрешением Full HD Увеличил с разрешением, ой, диаграмм не точнее С 5,5,7 дюймов до 5,9 При этом смартфон не увеличился в размерах Он стал тоньше, легче И всего лишь на 0,1 см длине Так, если вы помните У нас на тестах был Samsung Galaxy Note То есть для сравнения То есть для тех людей, кто называет Samsung Galaxy Note лопатой То есть у него говорит весьма компактный Есть еще один смартфон Тест, кстати, выйдет завтра Смартфон будет продажей только в феврале в России Официально это Open 1 То есть он может заметить по длине даже больше, чем Galaxy Note 3 Итак Габарит у нас 151 на 79 И толщина 8,3 мм Вес 168 грамм У смартфона, в отличие от других решений От компании Samsung последних, особенно этого года Изменился подход к задней крышке То есть здесь у нас глянец И поликарбонат Здесь покрытие, выполненное под кожу То есть визуально Все, кто видит этот смартфон в первый раз Всегда удивляются Говорят, что неужели кожаную крышку сделал Samsung Крышку, конечно, Samsung не делал из кожи То есть за коров можно не переживать И защитникам животным можно быть спокойным То есть используя этот смартфон также Это, естественно, пластик Но он действительно сделан качественно И отличить его от реальной кожи сложно А отличить его можно только по боковым швам То есть они все-таки выдают этот смартфон Но это если только приглядываться Еще одно изменение Это выступающий блок камер То есть можно заметить Камер у нас получил ободок И выступающий блок Здесь также есть защитное стекло Установлена отличная камера И, естественно, у всех представителей неких Galaxy Note Есть стилус Здесь у нас также он имеется Стилус получил дополнительный функционал Функционал действительно интересный Мне лично он понравился То есть я уже длительное время пользуюсь этим смартфоном Смартфон действительно хороший Задняя крышка съемная Давайте пока у нас крышка здесь Итак, крышка также сохранила гибкость То есть весьма пластичная Отличные материалы То есть лично мне Тестируя различные телефоны С алюминиевыми крышками и с пластиками Лично я сторонник все-таки пластика Он более практичен И нет проблем с приемом сигнала С Wi-Fi, с 3DG Все-таки такая особенность есть Итак, сзади у нас установлен съемный аккумулятор То есть Samsung предложил нам все-таки разборный корпус Раппараду, что не отказались от этого Есть слот для карты microSD и microSIM Здесь разъемы для подключения специализированных чехлов И естественно будет поддерживаться беспроводная зарядка Чехлы также будут Аксессуаров уже на Galaxy Note 3 много Мы рассматриваем аксессуары на Samsung Galaxy Note 6 3 И я думаю будем рассматриваться на этот смартфон тоже Так Как я и говорил Установлен здесь Super AMOLED дисплей С диагонали 5,9G Очень сочные цвета Full HD разрешение Отличные углы обзора Можно изменять цветы передачи Если вам не нравится Например, как так называемые кислотные цвета Можно сделать их более естественными Здесь у нас все это настраивается Сейчас мы это сделаем Продемонстрирую я вам То есть здесь можно нам Тихонечко, 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 тихонечко Режим экрана То есть есть у нас динамический, стандартный, профессиональное фото и кино Например, на Galaxy Mega нет режима профессиональной фотографии И на Galaxy Mega Давайте так же Пока у меня два телефона есть в руках Предлагаю его так же включить И посмотреть Разницу То есть здесь у нас Установлен LCD дисплей На любителя То есть естественно Эти смартфоны позиционируются в разные ниши Но LCD так же неплох То есть тут личное чисто предпочтение Это более спокойные тона Такие Меньше глазом И так Дальше Смартфона не убираешь И в дальнейшем продемонстрирую Смартфон получил Немного Более острые края То есть Чем-то он не напоминает Большее поколение Galaxy S2 Этот смартфон до сих пор Популярный И у нас То есть Дизайн все-таки Ближе к S2 Чем например S3 Ну это даже и в S4 прослеживался И так Установлен здесь у нас процессор Qualcomm Snapdragon 800 Частота 2 И 26 ГГц Процессор отличный Я думаю он вам хорошо знаком Часто бывает во флагманских устройствах То есть Которые вышли во второй половине текущего года Думаю он еще будет актуален В начале следующего года Готовится ряд флагманов Так же на Snapdragon 800 Он аппаратно поддерживает Естественно LTE частоты Графика у нас Adreno 330 Все в этом плане у нас Естественно Железо заточено Еще одно улучшение Которое появилось на смартфоне Samsung Galaxy Note 3 Это увеличение Объема оперативной памяти Это первый смартфон С объемом оперативной памяти 3 ГБ То есть Не один Не два А три То есть Повалить этот смартфон Будет весьма проблематично И даже при Запуске Ряда сложных Приложений Не отмечаются проблемы С зависанием И лагерь То есть Все игры Asphalt 8 GTA 3 Rail Racing Все работает Все летает В этом плане Все отлично По разъемам Давайте посмотрим Здесь у нас Качайка громкости Здесь Аудиоразъем Разъем микрофона Инфракрасный порт То есть Можно управлять Бытовой техникой Здесь Кнопка включения И снизу USB 3.0 разъем И Прорезь динамик Здесь естественно Пенал для стилуса По Корпусу То есть Одной из отличительных Черт смартфона Текущего года От компании Samsung Ивляется Серебристая рамка Если она была уместна В вариантах Когда используется Задняя глянцевая То мне кажется В Samsung Galaxy Note 3 Все таки хотелось бы Чтобы она была Продолжением Например Черных Было бы мне кажется Эффектнее Хотя и так Тоже смотрится эффект У рамочки появились Боковые такие вот прорези То есть На ощупь Очень приятно Смартфон не соскальзывает Легко сидит в руке Несмотря на свои габариты К нему очень быстро привыкаешь То есть И после этого Смартфоны с 5 дюймов Дисплеем Кажутся маленькими Естественно 4,5 То есть Этот смартфон Действительно Ориентирован на тех людей Кто использует Смартфон в работе То есть Если вам нужно Нечто большее Чем звонилка Отправка смс И отправка Фоток в инстаграм Samsung Galaxy 3 Весьма будет интересно Тем более Пока Идет акция От мегафона И смартфон данный Доступен за шикарную стоимость Всего 21 тысячу рублей Итак Здесь у нас Установлена Операционная система Google Android 4.3 Естественно С фирменным Интерфейсом TouchWiz TouchWiz Мы уже не раз Рассматривали Давайте посмотрим Что у нас здесь есть Предустановлен ряд программ Таких как Например Samsung с программой Есть Облачные сервисы Dropbox Evernote Есть Ряд программ От компании Samsung Здесь можно посмотреть Samsung Link Group Play Можно поиграть вместе Есть S-Voice Глазовое управление Есть Ватчон Управление техникой Есть Story Album То есть Можно делать Альбомы Из ваших фотографий Сортировать Очень удобно Есть активная заметка И появилось приложение KNOX Это приложение Будет очень интересно В бизнес сегменте То есть Можно создать Защищенную зону Зона не Реализована Программно А она Именно аппаратна То есть В памяти смартфона Выделено Место Именно для KNOX То есть Все ваши данные Необходимые Личные документы Контакты Будут надежно защищены И к ним Будет Необходим Доступ Есть Диктофон Интернет браузер Калькулятор Который так пользуется Калькулярностью Есть приложение S-Health То есть Можно Следить За своим здоровьем Шаги Очень удобно Впервые С этой программой Познакомился При тесте Samsung Galaxy S4 Программа интересная Для людей Ведущих активный образ жизни И Думающих о своем здоровье Весьма Весьма Будет полезно Есть Ватчон Естественно Есть Видеоплеер В видеоплеере Есть свои особенности То есть И это подтверждает Пользователи в сети То есть Не все Ролики Не во всех разрешениях Воспроизводят Видео То есть С AV-форматом Могут быть Проблемы Есть у нас Галерея И Давайте посмотрим Что у нас еще Здесь имеется Так Итак Предлагаю Сразу Пока Мы на страничке С синтетическими тестами Давайте запустим Тесты Первый тест Это 3D рейтинг Кстати Сегодня вышла новость Что Samsung Galaxy Note 3 Исключили из тестов 3D Mark То есть 3D Mark Футомарк Если бы точнее Исключил тест Ряд телефонов Которые По мнению Этого Производителя Занимаются Накруткой Ну Это не Мы никак подтвердить Или опровергнуть Это не можем Но Производитель Действительно У него высокая Одна Из самых высоких В этом классе 6585 Набирает В 3D Mark Не в 3D Mark А 3D Rating А тут Тест Итак Здесь у нас Аккумулятор На 3200 МАч Конечно Не рекорд Но все таки Емкость хорошая Если вам нужна Автономность Есть Мы тестировали На Galaxy Mega Дополнительные чехлы С Powerbank Есть Задняя крышка С дополнительной Емкостью То есть При желании Все это можно Сделать Пока же Смартфон Набирает Скромные 441 Бал Фактически Его хватает Примерно на 8-9 часов Активного Использования И у нас Есть Замечательный Режим В котором Впервые Хорошо Был реализован Samsung Galaxy S4 Это Энергосбережение Давайте я его включу Можно ограничить Максимальную частоту Процессора Можно Понизить Потребление Экрана Отключить Тактильную Обратную Связь И Сэкономить Время Добавив Примерно 30% Времени Автономной Работы Если вы куда-то Едете Можно Беспроблем Это подключить Давайте посмотрим Что у нас Есть Здесь Из технологий Так Для удобства Я выведу Это плитками Так Естественно У нас есть Wi-Fi Поддержка Современной Технологии Есть GPS Поиск Спутников Занимает Менее 20 секунд Холодный Старт Есть У нас Bluetooth 4.0 Естественно Есть Передача Данных В нашем Случае С поддержкой LTE То есть Высокая Скорость Будет гарантирован Если поддержит Ваш оператор Есть У нас Несколько Окон Сейчас Я это Продемонстрирую Есть Screen Mirror Передача Изображений На устройство Которое Поддержит Технологии Естественно Это Wi-Fi Можно Открыть Точку То есть Если Требуется Передать Интернет И нет Например Поблиз Wi-Fi Роутер Можно Сделать Из своего Galaxy Note 3 Wi-Fi Роутера Есть Приложение S-Beam Очень удобно Просто Прилагаем Два Телефона Крышками Друг Другу И Передаем Файлы Есть Технология NFC Естественно Есть Технология Наведения Я ее Также Продемонстрирую То есть Мы наводим Не прикасываясь К экрану У нас Выходит Информация Есть Управление Жестами Этого Кстати Нет Galaxy Mega Есть Интеллектуальное Ожидание То есть Мы смотрим Фильмы Отводим Глаза Направим Складную Паузу Включаем И Также Можно Прокручивать Изображение В браузере С помощью Глаз И То есть У нас Автоматически Идет Сохранение Есть У нас Здесь Также Ряд Жестов Давайте Я выведу Настройки Опять Итак Технологии NFC Мы смотрели SB Мы смотрели И нам Нужны Жесты Так Секундочку 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 Так Направление Жестами Мы сейчас Посмотрим На какие Жесты Здесь у нас Заступны Убираем Подсказочку Итак У нас Есть Быстрый Взгляд То есть Достаточно Протянуть Просто Руку К устройству Когда Экран Выключен И у нас Будет Сразу Видно Есть Мгновенный Переход Позволяет Прокрушить Электронные Сообщения В почту В высоту Экрана Мгновенный Обзор Переход Между Изображениями И бесконтактное Принятие Вызов То есть Во-первых Оно Есть Голосовое Можно Просто Сказать Ответить И Звонок Будет Принят Также Есть Это В камере То есть Говорим Снимаем И Камера Снимает Делать Еще Что Здесь У нас Есть Интересного Также Реализовано Управление Одной Рукой То есть Это Здесь У нас Есть Здесь На Galaxy Note 3 В этом Плане Пока Это Лучший Смартфон Который Реализует Функциональность Дисплея Больше Чем 5 Дюймов Пока Смартфона Приближающих Даже Близко По Функциональству К сожалению Нет Итак Предлагаю Посмотреть У нас Систему Экран В экране То есть Берем Например WhatsApp Берем Gmail Почту И у нас Фактически Два Дисплея В одном Дисплее Можно Переписываться В другом Дисплее Можно Читать Текст Например Или Можно Открыть Два Чата И Между Чатами Скидывать Информацию Очень Удобно Особенно В работе То есть Когда Вы В одном Деловая Переписка А в другом Вы читаете Новости Или Например Дороги То есть Открываем Яндекс Карты А в другом Следим За информацией Которая Нам Нужна Но Естественно Что В дороге Не стоит Отвлекаться Итак Еще Одним Из преимуществ Естественно Galaxy Note 3 Является Новая Контекстная Команда Реализованная В SPL Давайте По порядку Это Активная Заметка То есть Можно Написать Например Номер 9272 И Мы То есть Можно Во-первых Сделать Это Связать С действием Во-вторых Можно Просто Позвонить То есть Мы Выбираем Звонилку И У нас Осуществляется Звонок То есть Во время Разговора Например С кем-то Вы просто Рукой Пишите Номер Отправляете Звонок Или Добавляете Телефон В контакт Так Сейчас Я выведу Еще раз Это меню Мы Еще раз Откроем Активную Заметку То есть Здесь Можно Стереть Отредактировать Очень Например Написать Так Сейчас Я перевожу В режим И пишу Имя Например Свое Леонар Нажимаю Сюда Вот И Например Сохраняю Выбираю Устройство Ок И у нас Сохранилось Устройство Леонар То есть Также Можно Сохранять И имя И фамилию Все Очень Удобно Электронную Почту В этом плане Мне Телефон Действительно Нравится Так Давайте Еще раз Посмотрим Следующее Меню Вводим Меню Для того Чтобы вывести Нужно Нажать на кнопочку Касаться Не обязательно Есть возможность Вырезать Фрагмент То есть Мы Выбираем Область На дисплее Делаем Ее Скриншот То есть Вот У нас Вот есть И отправляем Добавляем Свои Заметочки И Все Это Мы Можем Сделать Можно Рисовать Все Это В этом плане Очень удобно Телефон Действительно Заточен Именно Под Работу Ну и Для развлечения Естественно Будет Нормально Следующий У нас Снимок Экрана То есть Мы Также Берем Делаем Снимок Экрана И Теперь На этом Снимке Например Нам Нужно Кому-то Отправить Вы Хотите Объяснить Как Пользуется То Или Программа И Просто Берем Вводим Это Приложение Пишем Например Мега Обзор И Все У нас Готов Снимок То есть Давайте Попробуем Следующее Приложение Это Сфайндер Этот Контент Который У нас Есть Очень Удобно То есть Пишем Также Рукописным Водом Все Это У нас Заточено Так Давайте Выведем Еще раз Приложение У нас Есть Еще Одно Окошечко Это Открыть В окне То есть Мы Например Во время Поездки Также Давайте Продемонстрирую Попробовать Так Сейчас Мы Выведем Выбираем Это Окошечко Например Сюда Мы Выведем Ютуб У нас Выведем Окно То есть И На заднем Фоне Мы Запустим Например Яндекс Метро То есть На заднем Плане У нас Работает Яндекс Метро В передней Вкладочке Работает Ютуб Также Это Можно Сделать Во время Работы С приложением То есть Мы Нажимаем Открываем Окне Если Во время Дороги Например Вам Не надо Вы Добавляйте Например В этом Окошечке И Нам Нужно Посчитать Сум Какой-то Мы Считаем Сум В этом Плане Также Все У нас Отлично Реализовано Окно В окне Реет Помогает И Включить И Весь Функционал Именно Большого Дисплея Смартфон Легко Лежит В руке То есть Усталости Не Ощущается То есть В этом Плане Смартфон Выполнено Отлично Итак По Эргономике Также Претензий Нет Действительно Заметно Улучшение По сравнению С прошлой Линейкой То есть Нам В этом Плане Очень Очень Он Понравился Также Хочется И стоит Отметить Дисплей Как я Говорил Здесь Используется Суперомальный Дисплей Естественно Хорошие Цветы Передачи Отличные Углы Обзора Хороший Вроде Максимальной Яркости Смартфоном Можно Пользоваться И при Ярком Освещении То есть Никаких Сложностей В этом Не будет Итак Теперь Давайте Посмотрим Камеру Здесь Установлен 13-мегапиксельный Мрокус Матрицы BSI Есть Автофокус Есть Смарт Стивилизация Есть Лет Вспышка H3 Нулевая Задержка Затвора И фронтальная 2-мегапиксельная Камера Для Видеосвязи Она Также Обладает Матрицей BSI И Смарт Изображением Здесь У нас Доступен Также Набор Давайте Выведу Плиточку Чтобы Сразу Смотреть То есть Насыщенные Тона Корректор Панорама Круговой Снимок И спорт То есть В этом плане У нас Функционал Фактически Повторяет С4 Но Есть Ряд Режим Круговой Снимок По-моему Даже Его не было В Galaxy Zoom То есть Я первый раз Его вижу Именно В ноуте Что могу Сказать Еще По Данному Смартфону Смартфон Получился Действительно Интересным Выбирать LTE Версию Или обычную Это дело Ваше На текущий момент Стоимость Различается Примерно 2000 рублей Если в вашем городе Есть поддержка LTE Естественно Можно получить Хорошую скорость Доступа К данным А в современном Мире Я думаю Это будет Вполне достойно Серьезных Минусов По этому Смартфона Нет Реализовано Много Интересных Решений Которые Только-только Будут Приходить На рынок Это 3G Это Оперативной Памяти Это USB Треновый Разъем Отличный Реализован Функционал Большого Дисплея Я это уже Не раз Говорил То есть Пока Аналогов И близких По конкурентам На текущий момент Нет То есть Этим Срадает Open 1 Хотя Такой же Примерный Дисплей В Galaxy Мега Реализован Но Также Не хватает Ряда Функций Которые Идут Со Стилус Стилус Действительно Помогает В работе Samsung Galaxy Note 3 Стал Достойным Продолжением Линейки Note 2 Смартфон Выполнен На отлично Хороший Уровень Производительности Единственный Возможный Вопрос Может быть К времени Автономной Работы То есть Современное Железо Такой Дисплей С высоким Разрешением Все таки Обладает И отличается Высоким Уровнем Энергопотребления То есть Стоит Я думаю На это Обратить внимание Если вам Куда-то Надо Придется Приобрести Пауэрбанк Чтобы Получать Действительно Хорошее Время Автономной Работы Итак Напомню Наступны 32 ГБ Для хранения Данных 3 ГБ Оперативной Памяти Процессор У нас Snapdragon 800 Поддержка LTE 13 Мп Камера 3200 МАч Аккумулятор Толщина Смартфона 83 Мм Вес 168 Г На текущий Момент Официальная Стоимость Данного Смартфона 34 990 Рублей И Доступна По акции От Мегафона Там Где-то 23 000 На текущий Смартфон Стоит С удовольствием Отвечу На все ваши Вопросы В комментариях Надеюсь Ваш обзор Был Точнее Мой обзор Был вам Интересен Предлагаю Обсудить Samsung Galaxy Note 3 В комментариях К видео Всем спасибо Всем пока А с нами Был Samsung Galaxy Note 3 С версией LTE 1905 С